Привет, я Влад Шер. Глава вторая. Сознание. Думайте так, будто кажется ваша мысль огромными огненными буквами, написана на небе и видна каждому так оно и есть. Книга Мирдат. Воспринимая свои мысли как реальность, существующую наряду с тем, что мы называем материальной действительностью, вы приблизились к пониманию уникальной взаимосвязи этих двух явлений. Мы живём одновременно в двух мирах, двух реальностях внутренней реальности наших мыслей, чувств и взглядов, и внешней реальности, где существуют люди, места, вещи и события. Не в силах разделить эти внутренние и внешние миры, мы позволяем видимому внешнему миру господствовать. В нашей жизни отводя внутреннему лишь роль зеркала, отражающего всё происходящее с нами. Наш внутренний мир очень чувствительным, и лишь реагируя на воздействие извне, мы не имеем возможности осознать, какой силой обладаем. По жёсткой иронии человек начинает изменять реальность, в которой существует именно в тот день, час и минуту, когда он перестаёт непрерывно на неё реагировать. Внутреннее осознание – это мощная сила, влияние которой ощущается в каждом аспекте вашей жизни. Оно, между прочим, является главной и наиважнейшей частью вашей сущности. И от него зависят ваши успехи и неудачи. Всё по сути своей является энергией. И, размышляя, вы оперируете огромными объёмами этой энергии в быстрой, лёгкой и подвижной форме. В форме мысли. Мысль постоянно стремится обрести форму, тяготеет к внешнему проявлению, стараясь найти своё выражение, стремление и способность материализоваться в виде своего физического эквивалента, заложено в её природе. Обычные человеческие мысли подобны искрам костра. Обладая сущностью и потенциалом пламени, они обычно быстро исчезают. Просуществовав лишь несколько секунд, они улетают ввысь и там мгновенно сгорают. Единичная мысль не обладает большой силой, но многократно повторяя её, можно сконцентрировать и направить, увеличить её силу. Чем больше число повторений, тем большую силу и способность к выражению приобретает мысль. Слабые и раздражённые мысли, слабые и раздражённые силы, сильные и сконцентрированные мысли, сильные и сконцентрированные силы. Чтобы понять это, представьте себе увеличительное стекло, сквозь которое проходят солнечные лучи. Если двигать его из стороны в сторону, то энергия солнечных лучей рассеивается и не проявляется. Однако, закрепив стекло на определённой высоте, вы сконцентрируете те же солнечные лучи, и этот рассеянный свет внезапно обретёт силу, способную вызвать возгорание. То же происходит и с нашими мыслями. По мере изучения силы мозга вы научитесь развивать и концентрировать свои мысли, усиливая этим их потенциал. На данном этапе вам нужно чётко уяснить себе, что мысли обладают собственной силой. Ваши глубочайшие убеждения, страхи, надежды, заботы, взгляды, желания и каждая ваша мысль оказывают влияние на вас самих, на окружающих, на мир вокруг. Многие не обращают внимания на свои мысли, при пробуждении, не замечая, как работает мозг, чего он желает, чего страшится, о чём говорят себе, а что отметают, как ненужное. Обычно мы едим, работаем, общаемся, беспокоимся, надеемся, строим планы, занимаемся любовью, делаем покупки, играем, уделяем минимум внимания тому, и о чём при этом думаем. Возможно, мы бы относились с большим вниманием к своим умственным процессам, если бы за каждую мысль, в зависимости от её характера, приходилось получать или отдавать доллар. Учитывая, что каждый день в нашем мозгу возникает тысяча мыслей, это предложение кажется весьма заманчивым. Вообразите бухгалтерию, ведущую учёт каждой мысли и отмечающую, какая из них принесла нам прибыль, а какая убытки. Все стали бы скрупулёзным, скрупулевознейшим образом контролировать и направлять свои мысли с воодушевлением, порождая приносящий доход и старательно избегая влекущих за собой расходы. Между прочим, именно это с нами и происходит. Только в роли долларов выступает энергия. Действует огромная учётная система. Она называется Вселенной, и ни одна мысль не остаётся без внимания с её стороны. Внутренний мир человека – не безжизненная груда кирпича или камней. Каждая ваша мысль отражается в этой системе и воздействует на неё. Хотите вы этого или нет, но размышляя всё время, создаёте собственную реальность. Первый шаг к началу новой жизни на удивление прост. Нужно всего лишь следить за течением своих мыслей и направлять их соответствующим образом. Каждый человек сам творит свою судьбу, свою жизнь. Поэтому критически взгляните на свой образ жизни. Вы твердите, что стремитесь к финансовому процветанию, однако всё время жалуетесь на недостаток денег и дороговизну. Вы зацикливаетесь на том, что не имеете. Вас спугают приходящие счета, вы тревожитесь и мучительно раздумываете, как справиться с ситуацией. Вы стремитесь к финансовому достатку, но сознание ваше настроено на отсутствие денег и переживания, и вы никогда этого достатка не добьётесь. Возможно, вам нужно найти новую работу, что-нибудь интересное и перспективное, где вы могли бы реализовать свой творческий потенциал и к тому же неплохо заработать. Постоянно твердя себе, что такой работы просто не существует, что вам её никогда не найти, вы действительно никогда её не получите. Быть может, вам хочется быть более общительным, раскованным, уверенным в себе, однако вы постоянно думаете, как вы неловки и не умеете поддержать компанию. Вновь и вновь напоминаю себе о собственных проблемах и недостатках. В результате вы вряд ли станете тем, кем хотите. Вы можете хотеть стать сильным, но если в вашем сознании укоренилась слабость, вы лишь будете тешить себя надеждой, что когда-нибудь приобретёте желанную силу. Одним словом, только желаниями делу не поможешь. Надеяться на то, что что-то изменится, не имеет смысла. Недостаточно просто напряжённо работать, пусть даже по 12-15 часов в сутки. Для того, чтобы сдвинуться с места, необходимо, и это довольно серьёзное условие, изменить свой образ мыслей. Всякому имущему дано будет, а у неимущего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Луки 19.26. Когда я впервые прочитал это изречение, оно показалось мне очень несправедливым. Разве это правильно, что имущий получит ещё больше, а неимущий потеряет и ту малость, что у него есть? На первый взгляд, это кажется абсолютно неверным. Было бы намного справедливее, если бы неимущий получил больше, но в Священном Писании написано по-другому. Библия гласит, что так устроена Вселенная. После долгих размышлений я пришёл к выводу, что это изречение полно глубокого смысла. Действительно, что может быть справедливее, чем предоставить каждому человеку свободу убирать собственные мысли, из которых будет создаваться окружающая его действительность. В конце концов, каждый волен сам определять качество собственной жизни. Вы хотите изменить обстоятельства? Для этого развивайте себе необходимый тип сознания. Преуспевающий человек всегда обладает сознанием, настроенным на успех. Обеспеченный человек вырабатывает у себя сознание, настроенное на богатство. Его мысли посвящены достатку, успеху и материальному благополучию. Это его образ мышления. Хорошо ему, скажете вы. Преуспевая легко думать об успехе, богатому нетрудно размышлять о достатке. Но у меня-то всё обстоит иначе. Я неудачник, я беден. Жизненные обстоятельства тянут меня вниз. Неверно. В конце, в корне неверно. Вам мешают нежизненные обстоятельства и несложившаяся ситуация. Единственное, что вам мешает и не даёт добиться успеха, это ваши мысли. Немного усилий и практики, и вы научитесь управлять своими мыслями и вырабатывать желаемый тип сознания. Окружающая действительность сможет измениться только после того, как вы выработаете новый тип сознания. Но никак не раньше. Новое сознание должно идти впереди. Вы уже решили, чего хотите от жизни. Здоровье. Тогда развивайте сознание здоровья, власти. Развивайте сознание власти, материального благополучия. Вырабатывайте сознание, направленное на достаток. Счастье. Развивайте сознание счастья. Хотите стать более духовными? Работайте над сознанием духовности. Всё существует в виде потенциальной возможности. От вас требуется лишь обеспечить заряд необходимой энергии. И тогда ваша цель станет реальностью. Отрадно узнать, что независимо от жизненных обстоятельств в прошлом и настоящем, независимо от предыдущих неудач, ваша жизнь изменится, если вы будете подпитывать энергии своё сознание. Эта удивительная возможность дана каждому. И каждый из нас вправе либо воспользоваться ею, либо её упустить. Для этого не нужно иметь много денег или обладать какими-то особенными талантами. От вас потребуется лишь решимость затратить некоторое время и приложить необходимые усилия, чтобы развить соответствующий тип сознания. И всё. Остальное произойдёт автоматически. Ваш мозг подобен саду, за которым можно ухаживать. А можно и запустить его. Вы – садовник, и можете взрастить свой сад или оставить его в запустении. Но знайте, вам придётся пожинать плоды либо своего труда, либо собственного бездействия. Именно мозг создаёт окружающую вас действительность. Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим. Вы можете осознать это и заставить свой мозг работать на себя, или же пустить всё на самотёк, позволив мозгу работать так, что вас будут постоянно преследовать неудачи. Но действительность, в которой вы живёте, всегда будет создаваться вашим мозгом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok